Всем привет! Продолжаем вкратце и в самых базовых понятиях разбирать основы физического моделирования. И сегодня, в сегодняшнем видео, рассмотрим скорость и ускорение. Что такое скорость? Скорость представляет собой мгновенную меру поступательного движения объекта и измеряется как отношение пройденного объектом расстояние ко времени, за которое оно было пройдено. Обычно мы привыкли к измерению скорости в метрах в секунду или километры в час. Но международная система измерения скорости это метры в секунду. Вот, то есть сколько метров проедет объект за одну секунду. Вот, в играх же, в которых время-время-время нереальное, то есть есть реальное время, а есть мы отталкиваемся от количества кадров в секунду. Вот, и кадр у нас является, так сказать, виртуальной секундой. То обычно задается, сколько пикселей за один кадр, на сколько пикселей за один кадр переместится объект. И просто это обычно. Задается там скорость тоже относительно, то есть не метры в секунду. Это можно, конечно же, для себя это переводить. Вот, но это опять-таки относительные величины, как и с массами. Да, то есть 1, 2, 3, 4, 5, и мы понимаем, что на столько пикселей объект сместится за один кадр. Вот, и если у нас там 30 кадров в секунду, ну, к примеру, у нас скорость 1, да, относительно. И наша игра ограничена 30 кадрами в секунду. То есть в режиме реального времени, если 30 кадров в секунду выдается на экран пользователя, то объект будет смещаться на 30 пикселей в секунду. Вот. То есть за одну виртуальную секунду 1 пиксель, но за одну реальную секунду, и если наша игра способна выдавать 30 кадров в секунду, то это будет 30 пикселей. Соответственно, если скорость будет 2, то это будет 60 пикселей за секунду. Вот. Ну, и как это делается? Ну, давайте опять-таки попробуем чуть-чуть описать struct и какой-то point, как и в предыдущем видео, да, point. И у нас здесь будет float x позиция, вот 0.f и float y. У меня, кстати, еще было видео «Вектор движения». Вот. Советую тоже посмотреть. То есть там вектор движения и столкновение объектов. То есть там в данном случае столкновение окружностей. Но. Но сейчас мы давайте еще рассмотрим не столкновение, а просто эту скорость. А это у нас будет какой-то object, объект. И этот объект будет хранить в себе такую штуку, как point post. Позиция, да. Дальше. Скорость. Понятие скорости. В. Или speed. Или еще velocity, там, или еще как-то. Вот. И, 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 и. Давайте проинициализируем наш объект сразу. А, ну оно и так прям. Так. И, к примеру, давайте напишем функцию move. Void move, которая будет перемещать данный объект по данный объект, короче. Вот. И скорость. Скорость, давайте, у нас будет единичка. То есть один пиксель в секунду. Итак. У нас есть координаты x и y. Как же перемещать объект? В какую сторону? Объект может двигаться вправо, влево, вверх, вниз и наискосок, там по диагонали. Вот. Поэтому, почему я сказал, что у меня есть видео, вектор движения. Вот там я показываю, рассказываю о понятии самого вектора движения. Но, если особо не хотите смотреть, но советую, то давайте вкратце. Есть такое понятие, как вектор движения. Вектор движения это обычный единичный вектор. Что такое единичный вектор? Это вектор, который направлен из точки, определенной в данном случае начала координат, ну, из 0,0 в куда-то он направлен. То есть, почему единичный? Потому что длина его ограничена единицей. То есть, этот вектор может быть, так, давайте, вот он, вот, вектор направления. Вот, как мы видим, иметь любое направление, да, от 0 до 360 градусов. Так вот, сам вот этот вектор направления как раз и будет содержать координату какую? К примеру, вот 0,74, 0,67. Эта координата не берется, потому что это единичный вектор. Учитывается вот это. И вот это вот значение как раз является признаком, то есть, направления, то есть, куда направлен вектор. То есть, если у нас, вот, возьмем вот такой вектор, и мы смотрим, 1,0, 1,0, то есть, координата x, 1, координата y, 0. Значит, объект движется в этой системе координат вправо, так, потому что его x будет смещаться на единичку. y будет смещаться на 0. Давайте изменим вот это. Что у нас здесь получится? У нас получится координата x, 0, y, 1. Значит, объект, который движется по этому вектору, будет смещаться по x на 0, по y на единичку. Ну, и то же самое сюда. Или под углом 45 градусов. Что? Точнее, как у нас будет двигаться наш объект? Правильно. Его x будет смещаться на 0,72 и y на 0,7. И в данном случае объект будет двигаться вот в эту сторону. Вот. Это вектор направления. Соответственно, есть позиция, есть скорость. И давайте я добавлю point. Это будет radius вектор. Или единичный вектор. Или просто вектор. Или, или, или там direction вектор. Короче, я его назову dv. И мы его зададим по умолчанию. Вот, 1, 0. 1, 0 это значит, он будет по x только двигаться. По y, 0. Итак, и теперь наше движение. В чем состоит наше движение? Наше движение теперь состоит в том, что позиция, точка x, плюс равно чему? То есть мы будем увеличивать нашу x. Вот, берем этот radius вектор. Берем его x. Точно так же делаем с y. Вот с y, да? Теперь давайте, пока скорость не учитывается. Это просто radius вектор. Или вектор направления. Вот. Давайте object of. У нас все проинициализировано, поэтому, ну, для простоты, да, я вот здесь все это проинициализировал. Так. И три раза вызовем движение. Вот. Но в данном случае направление движения уже есть. Так, есть. Это хорошо. Значит, уже некая скорость есть, если есть направление. Вот. И теперь давайте посмотрим за нашим объектом, за позициями. x, y, 0. Выполнили move, да, там, выполнился кадр, да, виртуальная секунда. x, 1, x, 2, x, 3 и так дальше. Потому что радиус вектор или вектор направления у нас вот равен вот этому, да, то есть 1, 0. Отлично. Теперь, чтобы добавить скорость, нам нужно просто умножать на скорость. То есть нам надо этот радиус вектор или вектор направления умножать на скорость. Spin. Вот. Умножаем на скорость. Есть. В данном случае скорость единичка. Ничего не изменится. Наш объект как двигался со скоростью единичка, вот x1, x2, x3, так и двигается. Теперь давайте увеличим нашу скорость и установим двоечку. Значит, за одну виртуальную секунду наш объект смещается на 2 пикселя, либо просто на 2 единицы. Значит, смотрим, наша текущая скорость 0, 2, 4, 6. Как мы видим, скорость уже учитывается. Вот мы изменили скорость и вот, 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 как бы все происходит. Вот, это то, что касается скорости. Как бы ничего сложного нет. Реального физического моделирования тоже нет, так как здесь нет ни массы, ничего такого подобного. Это простейшее, простейшее, это упрощение, вот максимальное упрощение. Вот, поэтому, что из этого можно, какой вывод можно сделать. Мы двигаемся, мы указываем количество пикселей за виртуальную секунду. Виртуальная секунда в наших простых играх является 1 кадр. Количество кадров мы выставляем сами. Обычно это 30 кадров в секунду. Соответственно, зная, что количество кадров 30 за секунду, наш объект сместится 30 умножить на 2 на 60 пикселей. Вот, это что касается скорости. В таком режиме, да, в реальном времени там немного все будет по-другому. И я думаю, мы к реальному времени, когда подойдем, в общем, то есть я не думаю, что мы будем моделировать это, но, возможно, когда-то нас будет на канале миллионов 100 подписчиков, и тогда, конечно же, можно будет реально смоделировать реальное время и что-нибудь там написать, да. Вот. Итак, это что касается скорости. Теперь ускорение. Что такое ускорение? То есть ускорение похоже на скорость, ну, ускорение определяет скорость изменения скорости. Вот. Ну, вот так вот. Есть постоянная скорость, это в данном случае вот. За каждую единицу времени скорость равна двойке, да, то есть за каждую секунду мы проезжаем на 2 пикселя. Это постоянная скорость. Есть постоянное ускорение и переменная. То есть мы с постоянным ускорением познакомимся. Вот. Что такое постоянное ускорение? Постоянное ускорение, это когда за каждую единицу, прошедшую единицу, вот эта вот скорость увеличивается на определенное значение. Ну, к примеру, теперь давайте добавим ускорение. в нашу модель, да, вот, ускорение. И, к примеру, у нас скорость будет равна единичке, и постоянное ускорение тоже будет равно единичке. Итак, чтобы добавить нашему объекту движение с постоянным ускорением, то есть его можно в любой момент убрать, и оно будет равно нулю. Вот. Но. Сейчас мы проинициализировали, что скорость единичка и ускорение единичка. Теперь, для того, чтобы учитывать еще и ускорение, нам нужно сделать следующее. На каждом кадре, вот, а в данном случае move это будет вызываться раз в кадр, один раз в кадр, ну, или как вы там запрограммировать, вот, нужно увеличить скорость. В этом случае это будет вот так. Скорость плюс ускорение. Все. И давайте посмотрим. Итак, текущие координаты нашего объекта 0,0. Скорость 1, ускорение 1. Один кадр отработал. Значит, что координата увеличилась на единичку. Скорость стала равно двоечке, потому что раз в секунду скорость увеличивается на вот это вот значение, на ускорение. Вот. В реальной жизни мы же знаем, что такое ускорение, да, вот есть ускорение свободного падения. Если объект, оно равно там 9,8, да, у нас на планете Земля, если объект бросить, вот, держать его над поверхностью Земли и отпустить, то в какой-то момент времени, когда мы его еще держим, его скорость равна нулю, а через секунду, если оно будет равномерно падать вниз и не учитывать трение объекта с воздухом, то есть это все отбросить, то его скорость через секунду будет равна 9,8 метров в секунду. Так, так. И так дальше, то есть каждую секунду эта скорость будет увеличиваться на вот эту скорость свободного падения. Так и здесь. Ну, я думаю, вы понимаете, что такое ускорение. И вот здесь добавить труда не составило, да, эту составляющую, составляющую ускорения. А теперь давайте посмотрим. x равно единичке. После следующего перемещения, да, x должно быть равно уже троечке, потому что текущая скорость уже 2 выполнили. Вот. Теперь текущая скорость 3. x на следующем кадре будет равен 6. И сейчас x будет равен 10. То есть, как мы видели, положение изменялось 1, 3, 6, 4. То есть, с каждым разом объект перемещался быстрее, быстрее и быстрее. Вот. Соответственно, конечно, уже можно еще просчитать, какая скорость будет на определенном кадре. Но это уже, смотрите, формула. Труда здесь написать это мне не составляет, но я не пишу для того, чтобы вы еще познакомились об этом, если вам нужно, на других ресурсах. Вот. Соответственно, вот мы и познакомились, что такое скорость и что такое ускорение. как бы. И, кто не знал, немного познакомился, услышал, что такое радиус-вектор или радиус, точнее, вектор-направление, вектор-движение, радиус-вектор, по-разному можно называть. Зависит от контекста употребления. Вот. Ну и давайте ради интереса еще раз вернемся к нашему радиусу. Если радиус-вектор будет равен... Ну давайте, сколько тут? 0... Они должны совпадать, когда угол будет равен 45 градусов. Вот. Давайте. Я по этому ориентируюсь. Так, 0,7-0,7. Короче, 0,7-0,7. К примеру, радиус-вектор у нас будет или вектор-направление 0,7-0,7. Давайте посмотрим позицию. Вот мы изменили вектор-направление. Все. Скорость осталась та же, ускорение тоже. Теперь посмотрим на текущие координаты. Координаты 0,0. Давайте двинем наш объект. Что мы получили? Мы получили вот новые его координаты. Ну давайте отобразим это вот здесь. Давайте я поставлю точку и в этой точке у нас были координаты какие? 0,69 а где точка 0,69 0,69 вот вот мы видели эту точку сместился. Что будет на следующей секунде? F10 текущие координаты 2,0,9 2,0,9 отлично 2,0,9 2,0,9 как мы видим наш объект начинает двигаться быстрее и быстрее то есть ну давайте я еще уменьшу вот так вот то есть это на втором кадре он уже вот здесь находится но как мы видим он движется в верном направлении и давайте третий раз 4,1 4,1 мы получили так 4,1 и здесь 4,1 вот и как вы видите он с ускорением начинает двигаться в нужном нам направлении поэтому вот этот вектор направления отлично работает мы можем изменить его как угодно ну давайте последний эксперимент может быть кто-то не верит давайте вот сюда наш радиус вектор направления минус 0,95 так минус 0,95 а по у минус 0,32 минус 0,32 и теперь смотрим наши текущие позиции 0,0 после следующего этапа минус 0,94 ну как бы то же самое это понятное дело давайте я сейчас изменю вот эту вот минус так минус 0,94 и какая там вторая была минус 0,31 так минус 0,31 вот так уменьшим и теперь теперь сдвинем дальше F10 минус 2,8 минус 0,9 так минус 2,8 минус 0,9 смотрим я сейчас нажму enter смотрим за этой точкой смотрим как вы видите он двигается по линии то есть это точка и тоже с ускорением вот поэтому поэтому смотрите если вам нужно более подробно о том что такое радиус вектор блин или вектор направления вот и как определять столкновение и все такое вот ну на сегодня мы рассмотрели скорость и ускорение следующих видео попробуем рассмотреть силу импульс ну может быть что-то еще поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся комментируем ставим лайки и все такое вот чем больше нас будет на канале вот чем больше будет просмотров тем больше будет такого плана видео то есть будет качество таких видео лучше лучше лучшее качество это когда еще какая-то программка есть в которой это все ездит сталкивается там падает прыгает вот а не в таком виде вот но это такое поэтому всем спасибо за внимание всем пока